Региональный Минюст обратился в суд с иском о прекращении деятельности Всероссийского благотворительного фонда «Улыбка ребенка» в июне этого года. До этого во время плановой проверки деятельности фонда были выявлены грубые нарушения, противоречащие федеральному закону о некоммерческих организациях, сообщил представитель ведомства в ходе заседания. А именно, внушительные суммы пожертвований направлялись на неуставные расходы. Некоммерческая организация может осуществлять только один или несколько видов деятельности, не запрещенных законом Российской Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными документами. Расходование денежных средств организации должно происходить строго в соответствии с целями ее деятельности, которые указаны в Устале. То, что выявлено в ходе проверки, расходование денежных средств на проведение мероприятия по рекламе автомобиля, не соответствует целям деятельности организации. Также заключение договоров с приходом на восстановление храма, также не соответствует целям... Речь идет о двух сделках. В первом случае фонд заключил договор с крупной автомобильной компанией на сумму 100 тысяч рублей. По словам ответчика, средства пошли на мероприятие в честь дня рождения фонда, где фирма разместила свою рекламу. Также вопрос вызвала еще одна сделка на сумму более 20 миллионов рублей. Внушительные средства фонд перевела крупная нефтеперерабатывающая компания, после чего, по материалам дела, эти деньги сняли с лицевого счета фонда и передали на строительство храма в поселке Каднице через представителей Нижегородской епархии. В ходе соседания стало известно, этот факт не подтвердился. На расчет ничего православный приход церкви в честь преображения Господня села Каднице никогда не поступали. Павлин Виктор Николаевич, которому передавались денежные средства от улыбки ребенка в числе сотрудников церковной десятки, никогда не числился. Также на личной форме денежные средства на руки не передавались. Если УБЭК не найдено, какие-то уголовные дела не возбуждены, значит, наверное, в сутки никакого мошенничества по 159 статьи нет. Если они не стали заводить дело, соответственно, они были найдены, эти деньги, и они знают, куда они эти деньги положили. Соответственно, они явно не у меня в кармане, не у нашего фонда. Они были переведены или отправлены. Соответственно, есть документы. Но вас не смутило то, что вот какая-то странная схема с передачей наличных денег, а не переводы там, допустим, как-то на счет епархии? Нет, никак не может смутить, потому что очень многие знают прекрасно, что люди, когда приходят в церковь, они жертвуют в ящике, и не все в церквях есть реквизиты. Выслушав доводы сторон, суд принял решение прекратить деятельность благотворительного фонда «Улыбка ребенка». Представители благотворительной организации уверены, в их действиях нет оснований для прекращения работы фонда и намерены обжаловать вынесенное решение. Для этого у них есть законные 10 дней.